здравствуйте меня зовут пленкина аня и вы смотрите программу внуки бутлерова сегодня у нас в гостях эксперт гедмина анна владимировна анна владимировна гедмина кандидат наук доцент химического института казанского федерального университета на наш вопрос что же побудило вас связать свою жизнь с химией наш эксперт отвечает жизнь эта химия вокруг нас и в нас самих постоянно проходят химические реакции поэтому без химии жизни нет я считаю что знание по химии позволит преодолеть тенденции боязни химии а грамотное использование знаний решит многие проблемы современности сегодня мы будем обсуждать очень интересную тему посвященную гиалуроновой кислоте что же такое гиалуроновая кислота и почему все называют ее молекулы красоты я пытаюсь вспомнить про такую рекламу по городу идет актриса моника белучи ее останавливают люди говорят моника как вы прекрасны как вы красивы чем секрет вашей красоты и она говорит все дело в креме моем креме в котором присутствует гиалуроновая кислота значит вот как-то гиалуроновая кислота какой-то придает секрет значит это действительно молекула какой-то красоты именно так позиционировалась эта реклама так ли это на самом деле но дело в том что за нашу красоту а именно состояние кожи отвечать не только гиалуроновая кислота, но еще отвечают два очень важных белка – эластин и коллаген. Но гиалуроновая кислота – это, конечно же, очень-очень важный компонент, который присутствует в нашей коже, а именно в среднем слое нашей кожи, который называется дерма. Гиалуроновая кислота относится к классу глюкозоаминогликанов. Конечно же, это углевод, причем углевод полимерный, полисахарид. В составе этой молекулы есть определенные функциональные группы. И именно благодаря этим функциональным группам и такие особенные свойства гиалуроновой кислоты, а именно заполнять пустоты, которые образуются из-за появления морщины и неровности, которые также образуются из-за появления морщин на коже. Обнаружили гиалуроновую кислоту в 1934 году в стекловидном теле глаза. Также она содержится в тканях нервной системы, в костях и в суставах, внутри суставной жидкости и в сердечном клапане, а также во всех биологических жидкостях человеческого организма. Если же говорить о месте, где присутствует в коже человека гиалуроновая кислота, это слой дермы, который состоит из двух слоев. Это сосочковый слой и сетчатый слой. Вот гиалуроновая кислота находится в сетчатом слое. Вот эти вот полосочки, это полосочки коллагена и эластина. Вот такие вот частички, это есть нечто иное, как клетка дермы. Это главная клетка дермы, которая называется фибробласт. Именно фибробласт отвечает за выработку в дерме коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота – это межклеточное пространство. Это такая вязко-гелеобразная структура полимерная, которая как раз и поддерживает вот этот вот внеклеточный матрикс, который есть в нашей коже. Вот молекула гиалуроновой кислоты. Как я уже говорила, есть несколько функциональных групп. А первая функциональная группа – это гидроксильные группы, карбоксильные группы и ацетоамидные группы. Все эти три группы могут образовывать водородные связи с молекулами воды и тем самым аккумулировать молекулы воды, как бы запечатывать молекулы воды на определенном объеме. Одна молекула гиалуроновой кислоты может аккумулировать около себя до 1000 молекул воды. Но если мы, например, вспомним такую историю. Раньше продавались, может и сейчас продаются, полотенчики очень маленького размера, но если мы их опускаем в воду, они становятся большими. Примерно тот же эффект происходит и с гиалуроновой кислотой. Мы ее добавляем очень маленькое количество, но она из-за того, что аккумулирует молекулы воды вокруг себя, разрастается в размерах. Тем самым пустоты, которые формируются из-за появления морщины, заполняются, и морщина исчезает. То есть самая главная функция гиалуроновой кислоты – это заполнять объемы. Это если гиалуроновую кислоту мы используем в качестве антиэйдж-компонента. Но гиалуроновая кислота, которая находится у нас в дерме, конечно же, ее главная функция в том, чтобы поддерживать внеклеточный матрикс. Это незаменимый, родной для нас компонент. Он синтезируется сам в нашем организме. То есть для сохранения свежести лица она необходима так же, как влага для поддержания аппетитного вида фруктов. Даже слово тургор, под которым потребители привыкли подразумевать упругость, на самом деле означает достаточную увлажненность среды. Вы сказали, что гиалуроновая кислота – это полимер. Как такой большой полимер может проникнуть через слой эпидермиса в дерму? Действительно, размер молекулы гиалуроновой кислоты очень большой по размеру молекул. Размер молекулы гиалуроновой кислоты составляет 10-2 мм. А размер межклеточного пространства между корниоцитами – это клетки ороговевшего слоя эпидермиса – составляет N умножить на 10-6 мм. Причем N может варьироваться от размера корниоцита от 1 до 10. То есть, наш лучший случай, когда N будет равняться 10. Тогда размер межклеточного пространства будет составлять 10-5 мм. И мы видим, что в лучшем случае размер молекулы гиалуроновой кислоты в тысячу раз больше, чем то пространство, которое ей предстоит пройти, чтобы добраться до вот этого сетчатого слоя дермы, чтобы уже здесь заполнять как раз вот эти вот пустоты, которые у нас образуются в результате образования морщины. И, соответственно, мы можем понять, что действительно, та полимерная высокомолекулярная гиалуроновая кислота, которая присутствует в креме, конечно же, попасть в слой дермы не может. Но мы не забываем, что гиалуроновая кислота – это супергигроскопичное вещество. То есть, вещество, которое запечатывает воду. Если мы наносим ее на эпидермис, то гиалуроновая кислота будет увлажнять верхний слой нашей кожи, кожного барьера. Тем самым кожа будет увлажненная. Поэтому использовать гиалуроновую кислоту, конечно же, можно в креме, но избавиться от морщины будет очень сложно. Но как же тогда избавиться от морщин, добиться вот этого эффекта антиэйдж и разгладить морщины? Как это происходит? Нужно использовать различные технологии, которые позволят нашей гиалуроновой кислоте попасть в дерму. Инвазивные методы с помощью шприцов и микроиголок. Многие боятся уколов, но микроиголки сейчас очень тончайшие, поэтому бояться этого не стоит. Гель гиалуроновой кислоты, она гелеобразная, поскольку, напоминаю, что это полимерная структура, она попадает уже в дерму, и уже в дерме работает как вещество, поддерживающее внеклеточный матрикс и заполняющее пустоты. А можно ли добиться уменьшения размера гиалуроновой кислоты? Или, я слышала, еще называют гиалуронатом? Гиалуронат или гиалуронан – это соль гиалуроновой кислоты, соль натриевая. Используя такие виды молекул гиалуроновой кислоты, являются низкомолекулярными, либо среднемолекулярными. Для этого надо просто использовать реакцию гидролиза. В результате реакции гидролиза у нас молекула гиалуроновой кислоты разбивается и становится меньше, и тем самым размеры этой молекулы уже позволяют ей попасть в дерму. Но вопрос в другом. Будет ли эта маленькая молекула кислоты аккумулировать до 1000 молекул воды? Конечно же нет, поскольку 1000 молекул воды будет зависеть от количества функциональных групп. Чем меньше молекула, тем будет меньше функциональных групп в этой молекуле. И тем самым, тем меньшее количество пустоты гиалуроновый гель, гель, содержащий гиалуроновую кислоту, может заполнить. То есть тут палка такая о двух концах. И вроде бы мы хотим использовать гиалуроновую кислоту, не используя уколы красоты, но тем не менее в данном случае эффект мы получим меньше. Но здесь есть свои нюансы. И эти нюансы связаны с тем, что как только организм видит, что молекулы гиалуроновой кислоты становятся маленькими, то для организма это понятно, что гиалуроновая кислота начинает разлагаться. Значит, нужно синтезировать, чтобы дополнительное количество гиалуроновой кислоты, это будет эндогенный синтез называться, дополнительное количество гиалуроновой кислоты, чтобы компенсировать вот эти вот осколки, которые образуются в результате гидролиза, макромолекул высокомолекулярной гиалуроновой кислоты. А вот правда ли, что с возрастом синтез гиалуроновой кислоты в дерме вообще прекращается? К сожалению, да. Я бы не сказала, что совсем прекращается, но к 60 годам синтезируется только 5% гиалуроновой кислоты относительно 20-летнего возраста. Уже после 25 лет наши собственные запасы гиалуроновой кислоты начинают постепенно снижаться. Вырабатывается она все медленнее, и из-за недостатка живительной влаги кожа, как и все остальные органы, начинает стареть. При существенной обезвоженности гиалуроновая кислота уйдет в более глубокие слои кожи, которые нуждаются в интенсивном увлажнении. С возрастом очень резкое падение. Синтезы гиалуроновой кислоты и фибробласт уже не справляется с тем количеством гиалуроновой кислоты, которое нужно синтезировать для того, чтобы поддерживать в ней клеточный матрикс. Но это естественно, поэтому гиалуроновую кислоту, если мы хотим поддерживать то количество, которое нам надо, нужно будет инвазивно добавлять. То есть получается, если мы инвазивно введем гиалуроновую кислоту, избавимся от морщинки, и она больше не появится? Ну тут тоже есть такой момент, что и у гиалуроновой кислоты есть свой бруд. Называется он гиалурон-идаза. Это фермент, который расщепляет гиалуроновую кислоту, а именно ускоряет реакцию гидролиза гиалуроновой кислоты. Все, что в нашем организме производится, в нашем организме же и утилизируется. И у нас целая ферментативная система на это работает. Это называется метаболизм. И в результате метаболизма гиалуроновая кислота израсходуется, но мы вспоминаем принцип Лишотелье. Если что-то израсходуется, то сразу же что-то начинает и образовываться. Поскольку у нас расходуется гиалуроновая кислота в результате действия гиалурон-идазы, то, соответственно, то количество, которое израсходовалось, то оно будет компенсироваться. Снова синтезироваться фибробластом, если фибробласт справляется с этой задачей. А как сейчас получают гиалуроновую кислоту, чтобы использовать ее в косметике? Синтетически или натурально? Есть несколько методов получения гиалуроновой кислоты. Возможно, одним я вас удивлю. Да, этот метод получения из гребешков петуха. У петуха есть красный гребешок. Из этого гребешка можно выделять, он очень богат гиалуроновой кислотой, и его можно выделять. Но выделение очень сложное. Для этого нужно, во-первых, обескровить. Это раз. Тут используются органические растворители, в том числе и этанол. Кроме того, нужно провести ультразвуковое диспергирование раствора, которое мы будем выделять, экстракцию, а также вакуумное фильтрование. То есть методика достаточно сложна. Но дело в том, что гиалуроновую кислоту могут производить и бактерии. Например, срептококи, которые выращены на пшеничном бульоне. Они тоже производят гиалуроновую кислоту, которая в результате уже вот такого биосинтеза, биотехнология, которая используется для получения гиалуроновой кислоты, весьма эффективна. Эти оба метода, которые сейчас достаточно интенсивно используются, единственное, что более сложен в плане технологичности, конечно же, этот метод выделения из гребешков петуха. А вот сейчас сфера инновационных технологий косметических развивается. Появляются ли какие-то альтернативы гиалуроновой кислоте? Конечно, альтернативы гиалуроновой кислоте появляются постоянно. И, например, есть такие вещества, например, гидроксоапатит кальция. Это вещество тоже родное для нашего организма. Или, например, инъекции полимолочной кислоты. Это тоже полимер. Но их действие основано на том, что они в результате такое явление в организме стимулируют, как неокалогенез. А именно, у нас за счет вот этих веществ, которые мы используем в качестве, опять же, инвазивного вещества с помощью уколов в виде филлера, у нас синтезируются новые количества коллагена и эластина. И заполнение морщин как раз происходит из-за этих белковых веществ. То есть они дополнительно у нас вырабатываются. Гиалуроновая кислота действует немножко по-другому. Действие гиалуроновой кислоты основано на именно аккумулировании молекул воды, запечатывании молекул воды. Но, как я говорила, что у гиалуроновой кислоты есть предатель, гиалурон и даза. И в этом плане нужно как-то обмануть гиалурон и дазу. Можно ли это сделать? Конечно же, можно. Поэтому иногда молекулы гиалуроновой кислоты сшивают, используют различные шибочные агенты, а иногда используют различные сахара. Например, тригалоза. Тригалоза обволакивает молекулу гиалуроновой кислоты. Дело в том, что тригалоза тоже относится к сахаристым веществам. Возможно, образование водородных связей обволакивает молекулу, и тем самым гиалурон и даза ее просто не узнает. Вот этот механизм, который работает по механизму Фишера, ключ к замку, уже в данном случае фермент-субстрат уже не совсем работает. В качестве субстрата гиалуроновая кислота, несмотря на то, что она большая и полимерная, в качестве фермента у нас выступают гиалуроны даза. И в данном случае, когда обволакивается молекула гиалуроновой кислоты, или используются различные сшивающие агенты, которые увеличивают структуру гиалуроновой кислоты, тем самым как раз действие гиалурон и дазы замедляется. И гиалуроновая кислота, она меньше распадается, и ее действие пролонгируется со временем. Сейчас мы посмотрим, действительно ли в нашей гиалуроновой кислоте есть функциональные группы, которые могут отвечать за образование водородных связей. Для этого мы раствор гиалуроновой кислоты, который приготовили из обыкновенной капсулки, содержащей гиалуроновую кислоту. Вот, Ань, даже можете посмотреть, что гиалуроновая кислота в виде геля. Вот она такая, гелеобразная такая, плотная структура. Что-то среднее между жидкостью и твердым, но это все равно жидкость, потому что, видите, она течет. Качественной реакцией на присутствие многоатомных спиртов, ну, то есть больше, чем 2 OH-группы, это свежеприготовленный раствор гидроксиды меди. Мы помним, почему свежеприготовленный раствор? Потому что со временем раствор может стареть и выпадать осадок, поэтому мы готовим свежий раствор. И вот мы сейчас добавляем. Ну же, ну же. И вот он у нас будет сейчас синеватым. Вот. Интенсивно уже такой, если сравнивать по сравнению вот с этим, да? Уже интенсивно такой синий цвет приобретает. Вот такой у нас алкоголят меди получился в результате реакции с гиалуроновой кислотой. Вот я добавляю, да? Вот. И вы видите, какой вот синий цвет образуется, да? Вот этот синий цвет как раз за счет взаимодействия гидроксида меди с гидроксильными группами гиалуроновой кислоты. Итак, мы с вами доказали, что гиалуроновая кислота имеет группы, которые способны аккумулировать молекулы воды вокруг самой молекулы гиалуроновой кислоты. Спасибо вам большое за интересную беседу и такой классный опыт. Итак, у нас в гостях была Гедмина Анна Владимировна. Это программа «Внуки Бутлерова». Мы говорим просто о сложном. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»